Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Женщина самарянская говорит ему, Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются? Иисус сказал ей в ответ, Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, Пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, У меня нет мужа. Иисус говорит ей, Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, А мы знаем, чему кланяемся, Ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Сердечно поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, С праздником воскресения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Христос воскресе! Бои Иисус воскресе! Бои Иисус воскресе! Бои Иисус воскресе! Сегодня пятая неделя по Пасхе, Неделя о Самарянине, Или о Самарянке. Дорогие братья и сестры, мы с вами слышали сегодня евангельское чтение, Которое рассказало о том, что Господь наш Иисус Христос вместе со своими учениками После еврейской Пасхи Они возвращались домой к себе в Галилею И проходили через Самарианскую страну, через Самарию. День был жаркий, солнечный. Когда подошли к небольшому городу Сихарь, самарийскому, устали. Рядом с городом был колодец воды, который еще Иаков выкопал. До сих пор этот колодец существует, им пользуется. Вот Господь присел там рядом, чтобы отдохнуть. А ученики пошли в город, чтобы приобрести какие-то продукты. В это время пришла Самарянка, женщина. И вот тут состоялся тот известный и очень важный, очень важный разговор между ней и Господом нашим Иисус Христом. Первое. Самаряне. Кто это такие? Это народ, который, в общем-то, появился после смешения ассирийцев с местным населением, иудеями, с евреями. То есть ассирийцы, когда захватили царство израильское, иудейское царство оставалось рядом, существовало, а вот израильское царство ассирийцы захватили. Ну и как каждый захватчик поступает, мы с вами знаем, для того, чтобы навечно присоединить эти земли к своей территории, обычно, ну в те времена, местное население бралось в рабство, уводилось, а на их место население своей страны как бы водворялось. Так получилось. Ассирийцы, ну и оставшиеся, естественно, там остались какие-то иудеи. Вот это население смешалось. Но удивителем является то, что такие упорные язычники-сирийцы приняли веру местного народа, то есть веру в единого Бога Творца, видимого и невидимого мира. Единственное, что, конечно, они не все ветхозаветные книги признавали, не хотели они демонстративно поклоняться в Иерусалим, вот этому Творцу, видимого и невидимого мира, единому Богу. А на горе Горизим они построили свой храм, у них свои первые священники были и так далее. Иудеи резко с ненавистью относились к самарянам. По какой причине? Понятно, что вокруг жили языческие народы, но языческие народы, ну в принципе, это неверующие люди. Но самаряне были, можно сказать так, еретиками или раскольниками, как хотите, можно называть это. Язычник – это язычник, а вот уже тот, кто вносит какие-то искажения в веру, они становятся действительно врагами носителей истинной веры. Вот почему иудеи с самарянами вообще никаким образом никаких сношений не было у них. И поэтому мы не удивляемся тому, что женщина-самарянка после просьбы Господа дать ему напиться воды, она удивилась, как же так, как ты ко мне обращаешься. Ведь самаряне с иудеями не имеют никаких контактов. Но почему на пятой неделе после Пасхи вот приводится именно эта часть Евангелия о беседе Господа самарянки, потому что здесь очень важный момент получился. Дорогие братья и сестры, впервые Господь наш Иисус Христос сказал, что Он действительно тот Мессия, который пришел в этот мир. Это был первый год благовествования Христова, первый год благовествия Христова. И Он открыл женщине, самарянке, в общем-то, еретичке, то, что Он действительно воистину Мессия. Должно сказать, что самаряне так же ждали Мессию, как и иудеи. И становится вопросом, почему Господь не ученикам Своим, я еще раз повторюсь, это был первый год благовествия Христова, Он еще своим ученикам еще не открыл себя. Почему не им Он открыл, что Он воистину Мессия, а женщине-самарянке? Вы знаете, вот мы слышали этот отрывок евангельский сегодня, и мы напомним, чем он закончился. Когда женщина-самарянка, после того, как Господь сказал ей, ну, какие-то такие совершенно интимные вещи, обо которых вообще никто не знал, что у нее было пять мужей, а вот этот человек, который у нас сейчас сожительствует, совсем не муж ей, никто же этого не знал, а он ей сказал, и именно поэтому она и сказала, приняла его, и прямо констатировала, я вижу, что ты особенный человек, ты пророк. И она побежала в город свой, оставила водоносы своей с водой, побежала в город Сихарь, и этот город небольшой был, она жителям этого небольшого количества людей сказала о том, что идите посмотрите, потому что этот человек сказал мне такие вещи, о которых никто не знает и не знал, он ли является Мессией. Вот когда они пришли к нему, помните, он начал с ними разговор, и они восприняли в сердца свои его благую весть, и тогда упросили Господа, чтобы он еще два дня у них пребывал, и он пребывал у них, и как Евангелие сегодняшнее, нам рассказывало о том, что уверовали очень многие из них. То есть, получается удивительная вещь, что иудеи, вот в своем отступлении от духа, веры, как бы оставшись верными букве закона, а не сути закона, не воспринимали Христа очень долго в Мессии. А эти люди, такое впечатление, что у них действительно было сердце, уготованное для вот того зерна веры, которую бросал Господь Иисус Христос, и сердце откликалось на эту его благую весть. Да, родные мои, вспомним десять прокаженных. Не десять ли исцелилось? А где девять делись? А только один вернулся, самарянин. Понимаете, что получилось? Получилось, что иудеи исполнили букву того, о чем сказал им Господь наш Иисус Христос. Идите и покажите священникам. Они пошли, показались. Может быть, если бы Господь сказал, а потом вернитесь и воздайте славу Богу, благодарность Ему за ваше исцеление. Они, может быть, и вернулись, будучи верными букве. А вот прокаженный самарянин, в сердце которого действительно воспылала вера в Мессию, в Бога, который вернулся, припал к ногам Иисусовым, и он исповедовал Христа действительно Сыном Божиим. И даже, родные мои, давайте вспомним притчу о милосердном самарянине, когда молодой человек спросил Господа, кто же ближний мой, и вспомните, да, почему Господь привел в пример именно самарянина. Мимо человека, который впал в разбойники, который страдал, который был в крови, лежал там и, может быть, умирал, прошел священник, самый, можно сказать, верующий и знающий лучше всех закон. А весь закон и все пророки в дух заповедив, возлюбив Господа Бога, ближнего своего, как самого себя. Мимо прошел. Левит, то же самое, это род левиин, который прислуживал при храме, они тоже близки были и знали хорошо священное писание, и они прошли мимо. Холодные сердца их были, родные мои. А самарянин, простой человек, можно сказать, полуязычник, там, еретик, как хотите можете называть его. А его сердце откликнулось, когда увидело действительно боль этого человека, который там лежал избитый или почти убитый. Он помог человеку. Господь не случайно именно самарян привел в пример, кто ближний, твой. Вот как самарянка восприняла те слова, которые Господь ей сказал, когда он сказал, что я здесь тот мессия, которого вы ожидаете. Потому что вспомните, какой разговор был. Господь попросил попить, она говорит, как это ты просишь у самарянки пить, если мы с вами, как самаряне с иудеями, никаким образом не имеют никаких отношений. А Господь сказал, если бы действительно Господь тебе открыл бы разум, сердце твое, ты поняла бы, кто перед тобой, вот тогда бы ты у меня попросила попить. Но я тебе дал бы друг иной воды, живой воды, которая в тебе бы стала источником, который потечет в жизнь вечную. Вот что Господь ей сказал. Смотрите как. И вот становится вопрос, о чем Господь говорил. Что это за такая живая вода, о которой Господь говорил. Но, родные мои, здесь мы должны четко, совершенно помнить и не забывать. Господь Бог сотворил каждого из нас с вами. Двухсоставного. Человек, имея свое физическое естество, мы живем в физическом мире. И духовная часть в нас также есть. Духовная часть нас. Сегодня Господь четко сказал, Бог есть Дух. Что это такое? Это не тот старичок, который где-то там на блоках наверху сидит. Это не какой-то... Бог есть Дух, это значит, Бог пронизывает весь мир. Им сотворенный. Каждую молекулу, каждый атом. Бог везде. И когда Господь Иисус Христос говорил о живой воде, это как раз... Ну что такое живая вода? Это Слово Божие. Мы с вами знаем, что вера возникает когда у человека? От слышания. Слышание от Слова Божия. То есть, Слово Божие, слышание и молитва Богу, это и есть действительно напитание нашей с вами души. Если человек двусоставен, нам нужно наше физическое естество поддерживать жизненно, функции жизненные. Нужно? Нужно. Кушать нужно. Нужно. Пить нужно. Но мы-то и являемся венцом творения Божия, потому что отличаемся от всех остальных живых существ, которые существуют на земле. Им достаточно питать свое естество. А у нас есть душа, то, что принадлежит Богу, то, что в духовном мире. И если тоже не питать, вот сегодня Господь четко говорит, нам сказал о том, что нужно питать и душу нашу. Мы постоянно вспоминаем слова Божие, когда Он говорил о тех людях, у которых иссохла душа, не работает совесть. Он называл их мертвецами, мертвыми. Они неполноценные люди, они не понимают этого, неполноценные, потому что духовная составляющая человека не работает. А ее нужно питать. Чем ее питать? Словом Божиим и молитвой. И молитвой. Если действительно сердце готово к восприятию Слова Божия и попадает на эту благодатную почву Слова Божия, возрождается, рождается в человеке вера. Что имел в виду Господь, когда говорил о том, что у тебя, если ты будешь пить эту живую воду, то есть насыщаться Словом Божиим и, в общем-то, контактом с Богом в молитве, у тебя возникнет источник некий. Источник это и есть вера. Мы становимся верующими. Вот сейчас те люди, которые здесь стоят, они уже действительно, я считаю, я думаю, что может быть здесь есть люди, которые первый раз пришли и случайно зашли, или чтобы свечку поставить за какого-то своего человека, который страдает или болеет или что-то такое по другой причине. Но остальные-то люди, вы, все, мы, вот кто здесь сейчас находимся, мы же пережили этот момент, когда действительно каким-то образом сердце откликнулось на глаз Божий, на голос Божий откликнулось наше сердце и возникла у нас вера. Вера, которая есть источник, которая действительно, вот этот источник, пути ко спасению, к жизни вечной. Вот о чем говорил Господь, когда обращался не только к женщине-самарянке, но и к нам с вами, родные мои, и это обращение его будет до скончания века к христианам, к всем последних времен христианам. То есть смысл сделать нас с вами, а это зависит от нашего желания, верующими людьми, насыщать тело свое, которое нуждается в этом насыщении, и душу свою, чтобы тоже она, конечно же, жила. Ну и, как мы с вами помним, еще один важный очень момент, когда самарянка, естественно, самарянка очень беспокоила, и вот мы это услышали от этой женщины. Она говорит, что иудеи говорят, что можно поклоняться Господу только в Иерусалимском храме, а мы вот поклонялись, на горе Горизим построили храм, и там поклонялись. Правильно ли мы делали или нет? Волновало их это. И тогда Господь как раз сказал, что скоро будет время, и уже настало это время, когда по-совсем по-другому будем. Будут истинные, как Он сказал, истинные верующие поклоняться Богу в духе и истине. В духе и истине. Бог есть дух, Он, Господь прямо сказал, еще раз я повторюсь, Бог есть везде. Поклоняться в духе, это значит не в каком-то определенном месте, а мы можем поклоняться Господу и читать Священное Писание, то есть впитывать в себя Слово Божие в любом месте, в любое время, когда мы захотим. Еще раз повторюсь, Бог есть в духе, Он проникл везде, Он не на блаках сидит, где-то дедушка, Он везде. Поэтому поклоняться в духе, это в любом месте мы можем поклоняться Господу Богу, в любом месте. Однако Господь сказал, что нужно поклоняться в духе и истине. Вот Он добавил слово истин. Почему это важно? Потому что тот невидимый мир, духовный мир, в котором мы плохо разбираемся совершенно, плохо разбираемся, он насыщен всякими существами. Там разные и злые, и добрые действительно. Потому что каждый из нас понимает, что вокруг нас, когда мы говорим об истине, а вокруг нас сколько христианских конфессий, сколько организаций, которые называют себя церквами, их просто на пальцах не счесть. Мы предупреждены об этом апостолам, что действительно будут времена, когда восстанет много новых лжепророков. И Господь нас об этом предупреждал, чтобы мы не попались под это огромное количество сект, которые уводят людей от спасительного истинного пути. Так что ж такое истина, которая должна, вот смотрите, мы должны поклоняться в духе, и одновременно Господь нам говорит в истине. А истина Его, которую Господь принес в этот мир, она хранится в церкви Его, которую Он и сотворил на этой земле в церкви, которую Он делал столпом и утверждением этой истины. И именно поэтому, говоря о том, что будут люди поклоняться в духе истины, то есть в любом месте, в любое время мы можем иметь связь с Богом, одновременно мы должны принадлежать к Его спасительной церкви, которая устанавливает, действительно, не дает нам оступиться, не дает нам погибнуть, будучи столпом и утверждением этой истины. Когда мы Священное Писание читаем, каждый по-своему может понимать то, что сказано в Слове Божьем. По-своему, да. Особенно Лукавый старается, чтобы мы вообще приуратно и неправильно понимали то, что сказал Господь, и что записано в Слове Божьем. Вот для этого и есть церковь, которая нам трактует, разъясняет, как правильно понимать слова Господа. Господь специально сделал Свою церковь, специально Он церковь сделал, то есть то место, куда мы можем притекать, где совершается таинство. Таинство тоже Он создал. Это не люди придумали таинство, это Господом все таинства сотворены для того, чтобы нам помочь, потому что ничего невозможно человеком, но все возможно Богу. И именно поэтому, когда мы поклоняемся в Духе Господу Богу, то мы должны смотреть, а истинно ли это есть поклонение. И поэтому мы и принадлежим к правильной славящей, православной церкви, которая хранит вот эту истину и до конца времен будет ее хранить. Так вот, родные мои, и просим, и молим Господа Бога, чтобы Он нам помогал быть в этой церкви воистину верующими людьми. И я вот хочу еще добавить, что то, что мы говорим о том, что мы принадлежим к физическому миру, это всем понятно. А вот действительно мы принадлежим к духовному миру или нет? Как это можно понять? Или это просто слова? Вот я стою и это говорю. Скажите, когда мы вот молимся, действительно, по-настоящему, с огромным вниманием, я бы сказал, с благоговением, осознавая свою греховность такую и дерзаем к Господу обращаться, не наступает ли у нас такой момент, когда мы понимаем, что мы находимся в какой-то другой реальности? Не в том окружающем нас мире, в нашей комнате, предположим, где лопатка горит, или в храме Божьем, когда вот эта прекрасная божественная служба. А более того, вот может быть кому-то удавалось когда-то пожить в монастыре. Не просто приехать там на один день, там исповедовались, причастились, и то мы говорим о том, что какая там благодать, то есть мы ощущаем, что такое благодать, которую мы ощущаем, предположим, когда едем в монастырь. А это и есть, совсем другой мир, то, что не от мира сего. То есть мы реально, физически даже ощущаем, что там не от мирности. А вот если удается кому-то трудником побыть, там неделю, а то и две, в монастыре, вот тогда-то реально ты видишь, что ты находишься в истинном, в настоящем мире. В настоящем мире. А когда ты возвращаешься вот в этот мир, который нам так знаком, он чужой кажется. То есть мы даже физически можем ощутить вот эту духовную составляющую нас. Это не просто придумал кто-то и стоит и говорит, вот здесь на селе, как будто агитирует. Это реальность, которая существует, и которой мы можем окунуться в нее. Для этого действительно нужно побывать в молитве. А монастырь что такое? Он закрыт вот этими стенами от влияния мира, которое избивает каждого человека. Дьяволу трудно через эти стены пробиться и нас каким-то образом, мысли наши и действия увести в сторону от спасения. А там все в молитве, постоянной молитве. И когда мы действительно, я еще раз повторяюсь, оттуда выходим в этот мир, в котором мы с вами живем. Да, действительно, мы ощущаем реальность духовного мира. Но мы с вами, родные мои, не должны убегать в монастыре. У нас промысел Божий, у нас совсем другой. Поэтому семьи мы наши любим. Любим. И должны любить. И трудиться ради семей. Мой внук сейчас дает экзамены, и я дрожу тоже. Поэтому молюсь Игорь, чтобы он сдал сегодня экзамен, математику. Это мы должны делать, родные мои. И спастись человек. Ни в коем случае Господь не сделал так, что спасаются люди только лишь в монастырях. Ничего подобного. Там свои проблемы. Еще такие огромные, что не дай Бог нам с вами это еще и видеть. Поэтому мы делаем то, что Господь у нас предвидел. Для чего он нас оставил в миру жить, а не сделал нас монашествующими. Он делает монашествующими. А мы исполняем свои обязанности здесь, но совершенно четко знаем, что в любой момент, когда мы захотим, то мы можем быть вместе с Богом в нашей с вами молитве или чтении Священного Писания. Чтение Священного Писания это обращение Бога к нам. Сразу же восстанавливается контакт с Ним. И мы как бы погружаемся в совсем другой мир. Реальный, я бы так сказал. А вот этот мир, в котором мы живем, он нереальный. Он как спектакль, который вот поставлен. И мы члены как бы участвуем в этом спектакле. Но призываю всех, дорогие братья и сестры, стараемся быть в реальном мире. Ничего сложного нет. Ничего сложного нет. Раскрыли Священное Писание. Читаем утренние, вечерние молитвы, среди дня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Чтобы вот эти вот эти заботы, которые на нас нахлынут, конечно же, совершенно естественно, они отодвигают от Бога на второй план. А он должен быть на первом. А если он будет на первом, тогда будет помощь и в нашей реальной жизни, родные мои. И в наших болезнях он будет помогать нам. Потому что тогда мы ему всех себя отдаем. И сердце, и душу, свою разум ему отдаем. А если это у него, ну зачем же ему делать наше тело, наш разум, наше сердце больным? Не надо это им. И, конечно же, тогда же он поможет нам. Будем внимательны, дорогие братья и сестры, потому что опасно ходим мы. Мы об этом предупредены. С праздником еще раз вас сердечно. Поздравляю, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Бои! Христос воскресе! Бои! Христос воскресе! Бои! Христос воскресе!